Моё приветствие всем Божьим детям! Неоднократно сталкиваюсь с таким вопросом, что делать, когда посещают богохульные мысли. Вот приходят богохульные мысли и просто давят христианину на разум, и он не знает, что с этим делать, как с этим справиться. Что ж, друзья, у меня есть ответ на этот вопрос. А точнее у Господа Бога для каждого из нас есть ответы на этот вопрос. Ну, давайте начнем с того, что цель и задача дьявола это всегда оболгать Бога в твоем лице. То есть дьявол всегда пытается прикрепляться к разуму человека и так грубо говоря шепчет в разум, что Бог не прав, что он несправедливый, что он там и там плохо с тобой поступил, а там он не ответил на твою молитву, а там он допустил в твоей жизни ту или иную ситуацию, которая произвела те или иные вещи. И таким образом дьявол сначала, прежде чем он пытается довести человека до богохульства, он пытается довести человека до такого состояния, когда человек впадает в ропот на Господа Бога. Итак, запомните, чтобы никогда не быть, так скажем, доведенным дьяволом до богохульства, во-первых, никогда не позволяйте самому себе роптать на Бога. В различных жизненных ситуациях, в которых мы не имеем четкого ответа и в которых мы вообще не понимаем, что творится и что происходит, и казалось бы, Бог очень далеко, и казалось бы, Он тебе, казалось бы, на первый взгляд, только еще раз запомните, я говорю, кажется так, кажется на первый взгляд, что Бог далеко от тебя, и что Бог тебе не помогает, то тут же приходит дьявол и начинает вести с тобой разговор в твоем собственном разуме. И самое худшее, когда ты реально начинаешь соглашаться с дьяволом в своем сердце, и после этого в тебе дьявольское слово, как закваска, которая попадает в твой разум, начинает воспроизводить брожение в виде ропота на Бога, ропот и обида на Бога. Запомните, ропот и обида на Бога, сначала начинается обида, это первая ступень к богохульству, вторая ступень после обиды, это ропот на Бога, когда ты уже из внутренней обиды, когда ты внутри обижаешься на Бога в той или иной ситуации, да, ты внутри начинаешь замыкаться по отношению к Богу, следующая ступень, дьявол тебя заводит в ропот на Бога, то есть тогда ты уже не просто на Бога обижаешься, ты уже вслух высказываешь свое недовольство Богом, и его, так скажем, ну, как тебе кажется бездействием, или как тебе кажется, что он тебе абсолютно не помогает. Вторая ступень, это ропот, когда ты словесно начинаешь высказывать свое полное недовольство. И третье, если ему удастся, он тебя затащит в богохульство, а богохульство это непростительный грех, как сказал Иисус Христос, что тому, кто будет хулить Дух Святой, когда тот придет, не простится ни в этой жизни, то есть не в этом веке, не в будущем, то есть это непростительный грех, богохульство непростительный грех. Так вот, как уберечь свой собственный разум от богохульных мыслей и от последствующих, так скажем, последующих за ним, значит, ропотов на Господа Бога. Итак, во-первых, ты должен сохранять свой разум в чистоте. Недаром апостол Павел говорит следующее, чтобы вы одели щит шлем спасения, то есть шлем спасения, а спасение основано на Божьей любви, милосердии, благодати к нам. Поэтому, когда мысли пытаются атаковать твой разум, негативные мысли, ты должен на разуме своем держать шлем спасения. То есть, даже если ты согрешил, даже если ты впал в раздражение или в какое-то отчаяние, или ты остыл своим духом по отношению к Господу Богу, то ты должен как раз-таки в таких критических ситуациях держать свой разум под защитой Божьего шлема. То есть, твое спасение на основании Божьего милосердия – это шлем спасения. Далее, щит, которым ты можешь угасить все раскаленные стрелы лукавого. А раскаленные стрелы лукавого – это мысли, которые вонзаются в твой разум. То есть, дьявол просто шквал мысли посылает в твой разум для того, чтобы довести тебя до отчаяния, угасить в тебе дух. И если ты не применяешь щит и при этом не берешь меч, чтобы не просто обороняться щитом, но нападать с мечом на дьявола, понимаете, тогда ты впадаешь в такое состояние, и дьявол тебя, так скажем, на некоторое время, если ты не бодрствуешь, ложит на лопатки. Во-первых, он тебя сбивает из-под ног, выбивает из-под тебя основу Евангелия, откровения, любви и милосердия Божьего. То есть, если ему это получится сделать в твоем разуме, то он выбивает основу из-под твоих ног, и на 2-3 дня, на 2-3 недели, даже на несколько месяцев ты просто дисквалифицирован, понимаешь? Он тебя положил на лопатки. Так вот, чтобы этого не происходило, держи разум в чистоте, пусть шлем Божьего спасения всегда будет на твоем разуме, и щит всегда держи, чтобы ты мог угошать раскаленные стрелы лукава. Также, чтобы дьявол тебя не довел до состояния отчаяния и ропота, ты должен благовестовать Евангелие. Я всегда говорю, когда на тебя начинает нападать уныние, депрессия, отчаяние, когда ты чувствуешь, что твоя вера реально угошается, и у тебя даже нет силы молиться, я тебе объясняю, что нужно делать. Когда ты не можешь ни молиться, ни читать Библию, а такое бывает даже со мной, и неоднократно было со мной на протяжении моего христианского пути, потому что я такой же человек, как и вы, меня дьявол так же атакует, как и вас, у меня бывает лень, апатия, опускаются руки, нет желания читать Библию, нет желания молиться. Да, я говорю так, как есть. Иногда люди смотрят на меня, как на могучего, сильного воина Христа. Но это не так. Я такой же, как и вы, со своими слабостями, но я учусь от Духа Святого побеждать все слабости и немощи, побеждать дьявола через свою веру, наступая на него, исповедуя Божье Слово. Так вот, смотри, в моей жизни лично работает очень хорошо. Возможно, и тебе это поможет. Когда нет сил молиться, когда просто нет огня в молитве, нет силы читать Евангелие, когда какая-то апатия, полудепрессивное состояние, есть сильный выход из этого положения. Начинай кому-то говорить об Иисусе Христе. Начинай просто говорить. Не можешь молиться, читай Библию, просто начни кому-то благовествовать. Позвони кому-то и просто начни говорить о Христе. Начни свидетельствовать грешнику. Не можешь выйти на улицу в интернете. Начни людям писать в интернете. Это работает. Потому что, когда ты начинаешь благовествовать имя Иисуса Христа, на это всегда, запомни, приходит благодать и помазание, и сила. Таким образом, ты сам освобождаешься от угнетающего тебя состояния, от внутренней духовной, так скажем, пустоты и теплоты. Ты сам исполняешься Духом Святым. Это один из способов наполнения Святым Духом. Аминь. То есть, некоторые через молитву, другие люди через слушание Божьего Слова. Но если в твоей ситуации это не помогает, еще раз говорю, это способ рабочий. Благовествуй. Просто бери и начинай проповедовать имя Иисуса Христа людям. Начни его где-то говорить. Ты увидишь, реально помазание начнет внутри тебя работать. Ты скажешь, я такой слабый, да кто бы меня поддержал, да я никого не могу поддержать. Как раз таки сила в этом и заключается. Когда Павел умолял Бога, чтобы тот убрал от него ангела сатаны, то Бог ему говорит, Павел, для тебя достаточно благодати, потому что моя сила совершается или проявляется в немощи. Когда я немощен, тогда силен. Кто силен? Бог в тебе. Именно когда ты немощный, в своей немощи, начинаешь благовествовать, тогда сила благодати начинает работать и проявляться через тебя. Это одна из побед над дьяволом, унынием, депрессией. Это одна из побед над таким остывшим духом твоим. Понимаешь? Вспомните историю с Иовом. Что хотел сатана сделать с Иовом? Он хотел довести Иова до богохульства. До богохульства. Что делал дьявол? Он лгал Иову на Господа Бога. Просто начинал лгать. Создавал такие ситуации. Убил у него сыновей. Разрушил, так скажем, все его пастбища. Даже через жену подошел. Обратите внимание. Вы помните, да? Когда Иов сидел, мучился и страдал. Кстати, заметьте, жена рядом не сидела. И вот вы заметьте, ее там факт. Ее там не было. Плохая, на мой взгляд, была семейная ситуация у Божьего слуги Иова. Но даже это не помешало ему быть верным Богу. И вы видите, что в оконцовке даже собственная жена подходит, и сатана через нее просто вдохновил жену Иова и говорит, ну похули же Бога, наконец умри. Видите цель дьявола? Иов дошел до отчаяния. Иов дошел до ропота. Потому что, вы читаете, Иов роптал на Господа Бога. Он возмущался, но возмущался в неведении своем и в непонимании картины происходящего. Потому что Иов понимал, что он праведник, что он не делал ничего такого греховного и плохого. И за что же это все обрушилось на его жизнь, да? То есть, он роптал, он был в унынии, он был своего рода в депрессии. Он даже пожалел, что вообще на свет бело родился. Помните? Он даже там день рождения свой, насколько я помню, проклинал, да? Представьте, до какого состояния депрессии дьявол его загнал. Так вот, Иов тогда еще не было Нового Завета. Не было такой благодати, как у Иова, как у нас есть сегодня, да? То есть, обратите внимание, но Иов даже в этом состоянии, в оконцовке оказался в выигрыше. То есть, он победил свое личное испытание, жизненное искушение. Когда жена говорит, похули Бога и умри, видите, до чего дьявол пытался довести? Через уныние, депрессию и через ропот, до богохульства. Но Иов, будучи Божьим семенем, Божьим сыном, сказал мощные слова. Ты говоришь, как одна из безумных. Все, понимаете? То есть, никогда не давай дьяволу повода и места доводить тебя до обиды на Бога, до ропота. В конечном итоге, если ты сейчас обижаешься и ропщишь на Бога, высказываешь недовольство своей жизнью, обижаешься и ропщишь на Бога, следующая ступень может быть богохульства. Не делай этого никогда. Сейчас, прямо сейчас покайся в унынии своем, покайся в ропоте своем, в недовольстве своем, покайся в этих вещах, то есть, что ты позволил дьяволу затащить тебя, затащить твой разум в состояние уныния, в состояние ропота и недовольства на Бога и пойди дальше за Иисусом Христом, побеждай дьявола, наступая на всю вражью силу. Так говорит Евангелие, это обетование. Вы будете наступать на всю силу вражью. Начни прямо сейчас наступать на вражью силу. Все эти змеи, скорпионы, о которых говорится, это демоны, нечистые духи, жалящие тебя, жалят тебя. Помните, как говорится, дьявол жалит змей, жалят в пяту, в ногу. А ноги наши предназначены для того, чтобы мы ходили и благовествовали. Когда дьявол тебя жалит, он пытается блокировать твое благовестие. Поэтому, чтобы он тебя не жалил, наступай ему на голову обетованием Божьим. Таким образом совершается победа христианина. Если это проявляется в моей жизни, если это проявляется в жизни других верующих, то это обязательно будет проявляться и в твоей жизни. Итак, брат, сестра, прямо сейчас бери и благовествуй. Не сиди просто у экрана и не слушай мою проповедь, кивая головою, если тебе сейчас дурно и плохо, начинаешь роптать, просто выбрасывая это из головы. Еще один факт. Перестань себя жалеть. До тех пор, пока ты себя жалеешь, что с тобой плохо поступили, что у тебя трудные жизненные ситуации, до тех пор, пока ты жалеешь себя сам и ищешь, чтобы тебя жалели другие, это одно из обольщений, удерживающее тебя в ропоте, в состоянии отчаяния, уныния и ропота. Понял? Перестань себя жалеть. Выброси все, скажи Богу, слава, я выйду из этого положения и состояния. Я прямо сейчас стану и начну благовествовать имя Иисуса Христа, в котором есть сила, победа над дьяволом, унынием, депрессиями, ропотами и над всеми дьявольскими искушениями. Бог да благословит тебя, мой брат и сестра, во Христе Иисусе. Будь благословен, будь силен, будь мужествен, никогда не сдавайся. У тебя есть цель, и ты должен ее достичь. Эта цель – небесное царство. И ничто, происходящее на земле, не отлучит тебя от любви Божьей во Христе Иисусе. У меня на этом все. Будь силен и благословен. Аминь. Во имя Иисуса Христа Господа. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.